Давайте пройдемся по вопросам, тем более, кому-то пришлось, наверное, повторно писать сегодня вопросы, да, из-за того, что система нарушалась нашими. Давайте просмотрим ваши вопросы. Спасибо вам большое за ваше терпение, несмотря на интернетные сбои. Спасибо. Спасибо. Очень интересно, но вопрос, может быть, в желчном пузыре, либо в каких-то глистных инвазиях, он тоже поспособствует вам продвинуться и в поведенческом вопросе конкретно деток. Но самое главное – это психотерапевтическая помощь, конечно, внимание к детям, проявление любви. И когда даже начинаете давать виаргоны, наблюдайте за их поведением и как-то тоже не насильно, что ли, давайте, а обязательно должен вопрос любви быть впереди. Просто внимание к детям – это самое главное. Смотрите за ответной реакцией детей. Вот я буквально недавно разговаривала, ну, просто случайно с родителями, которые помогают очень активно, заботливо ребенку-аутисту. То есть родители знают по воде, что нужна вода, но дается ребенку выпивать сразу стакан воды. Мне кажется, взрослые-то не очень с удовольствием выпить сразу стакан воды. Во-первых, это и не нужно делать, потому что такая большая порция воды, она будет не позитивно действовать, не всасываться тканями организма, как надо. А просто сразу, как мочегонное действие сработает, человек побежит в туалет и все. И точно так же и с ребенком. Тем более, может, ребенок и не может понять, зачем ему это делается, да. Ну, как-то вот любезно подходите к этим моментам, особенно с аутистыми детьми. Которые не настолько понимают, зачем, и объяснить сложно. Аккуратно. Я не пойму вопрос у Людмилы. Я не понимаю, зачем вы переписку устраиваете? Ну, вот пауза у меня будет в связи с этим. Я же просматриваю, думаю, вопрос или просто вы, а вы перепиской занимаетесь. Ревматоидный ревматизм. Очень интересно написали. Что имеете в виду? Может, ревматоидный полиартрит? Наша схема, я к ней сейчас вернусь, она актуальна. Актуально начните, пожалуйста, с нее, если ничего не делали. И мы уже проговаривали, что из виаргонов тимуса лучше четвертый. Вот. Конечно, вы добавите сюда 26-й. Если это касается полиартрита, если это касается сердца, то 10-й и 17-й. Но не в самом начале, а чуть позже. 26-й, 10-й и 17-й вы можете добавить недели через 2-3, может, через месяц. А в начале актуальна вот эта схема. В 68 лет женщина начала двоиться в глазах. Через 2 месяца начали глаза косить, а затем краснеть. Сужение сосудов головы. Интересно, вы так пишите. Это у вас при обследовании все выявили? По глазам я очень вам рекомендую обратиться к вашему офтальмологу по месту жительства. И выяснить, в чем причина может быть в этой ситуации. Значит, далее вы из виаргонов можете пока начать с 1-й, 21-й. Из нашей детоксикации мы говорим, да? И можете добавить 34-й, потому что наверняка нарушение питания нервной ткани идет. 1-й, 21-й, можете с 34-м даже одновременно. Либо неделю с 21-м 1-й капаете, неделю с 34-м можно чередовать. Либо 34-й вы можете добавить, поскольку здесь и с глазами связь есть, и с сосудами вы можете сразу добавить виаргон печени 5-й и к 5-му добавить 34-й. Вот так можете. 1-й, 21-й, 5-й, 34-й. Пока будете проводить обследование у офтальмолога, потом повторно еще задайте, пожалуйста, вопрос, что скажут офтальмологи по глазам. Я не могу диагноз ставить, будучи терапевтом, вот по таким жалобам. 70 лет папилломы. Начинайте с программы очищения, а далее вы добавите 25-й, например, морозник по папилломам. Но с программы очистки начните, пожалуйста. Вы можете сразу 25-й добавить, 1-й, 21-й, 25-й. Чуть позже, недельки через 2, добавляете 5-й, 6-й, 8-й, 15-й. А дальше, ну, 3-й, конечно. А дальше посмотрите по состоянию. И уже там через месяц примерно увидите, какие результаты. Еще разочек зададите вопрос. Артрит около 20 лет. Деформированы коленные суставы. Последнее время сильно стягивает мышцы. Показана операция на обоих коленных суставах. 48 лет. Значит, конечно, 1-й, 21-й. Мы уже сегодня проговорили об этом. У вас пойдет детоксикация. Далее добавляете 5-й, 6-й, 15-й, 8-й. Вот. 3-й, 4-й, скорее всего, наверное, вы здесь добавьте. И 26-й. Первый будет и по связкам работать, и по мышечной ткани, поскольку там тоже есть прослойки соединительной ткани. Вот. Процесс долгий. Поскольку у вас заболевание уже давнее, то есть проявленное 20 лет, а до этого еще были какие-то ситуации, то, конечно, и кустная ткань, она медленнее восстанавливается. Но обезболивающий эффект очень хороший на 1-м, 21-м и 26-м. Поэтому начинайте, двигайтесь постепенно. Возможно, вы местно будете применять. Это можно делать аппликации с 1-м, 21-м и отдельно с 26-м. Можете чередовать минут по 20-30 на суставы ваши коленные с целью обезболивания. Не исключается лекарственная терапия. Ни в коей мере, на чем вы сейчас идете, на том продолжайте. Вы, не бросая лекарственную терапию, добавляете виаргоны. У Александра Проварова я не пойму, что написано. Значит, гоноартроз, но мы, по сути, проговорили то, что я сейчас только говорила. Неважна локализация вопроса коленные суставы или тазобедренные. То есть, 26-й наш виаргон, он будет способствовать восстановлению не только костной ткани, но и выработке жидкости, и воздействие на хрящевую ткань. Но этот процесс не быстрый. Костная ткань, она регенерирует, конечно же, медленнее, чем какие-то другие ткани. Поэтому наберитесь терпением, пожалуйста. И также вот эта программа очистка, которой на этом слайде вы можете ее применить. При вопросах аденоидов, тоже мы рассматривали на разных вебинарах, значит, вы можете 1-й, 21-й с целью детоксикации применить. Можно здесь 4-й виаргон применить. Думаю, что 5-й и 15-й будет актуален. И к 15-му, либо к 5-му вы можете добавить 24-й. Можно также в акваформу 1-й, 21-й добавить 24-й. Можно в нос закапывать 1-й, можете закапывать и 24-й в нос с противовоспалительной целью. Но тоже это процесс. Обязательно с лор-врачом держите контакт, потому что если величина аденоидов уже очень большая, 3-й, 4-й стадии, то это, конечно, нужно оперативное лечение. Но, тем не менее, если есть возможность, и вы услышите от лор-врача, что какое-то время у вас еще есть, то вы можете все это провести. И, по крайней мере, даже если в 3-й, 4-й стадии вы не уберете аденоиды, но вы подготовитесь к операции. Здесь и так можно рассматривать этот процесс. Причем подготовитесь к операции в общем по организму, не только носоглотки. Эрозия матки, эрозия шейки матки. Ну, вы можете, конечно, здесь также всю нашу общую схему начать проводить. И можете местно делать заливки первым-двадцать первым. Можно двадцать четвертый добавлять, можно или двадцать пятый вы можете добавлять. Можете чисто первым-двадцать первым. Попробуйте местно в том числе. Но вообще это процесс, гинекологи говорят, который уходит после родов. Вот здесь, если рожавшая женщина, это один вопрос. Если не рожавшая, то другой вопрос. Но виаргоны наши применить можно. Киста яичника, эндометрия, эрозия, шейки, наверное, матки. Не важно, вы будете принимать до еды или после еды виаргоны. Поскольку мы рассматривали в механизме действия, что идет сигнальная молекула и дает информационный сигнал конкретному органу, то мы можем не привязываться к приему пищи. Если вам удобно, чтобы не пропустить применение виаргонов три раза в день и связать с едой, пожалуйста, свяжите. А на самом деле от приема пищи не зависит подача этого сигнала от виаргонов. Значит, в данной ситуации, скорее всего, есть какие-то эндокринные нарушения. Поэтому вы можете в данной программе очистки добавить 12 и 13, возможно, 29 гипоталямус. То есть, конечно же, вы проверьте эндокринное состояние, посмотрите гормоны щитовидной железы у гинекологов, эндокринологов, проконсультируйтесь. Вот. И по коррекции можно постепенно 29, 12 и 13 провести. Вот. Есть уже наблюдение, что кисты яичников уходят. Просто здесь тоже важно контроль УЗИ хотя бы раз в квартал проводить. И смотря какой размер кисты. То есть, если это очень большая киста и требуется оперативное вмешательство, то, конечно же, разговаривайте с докторами на местах. Насколько можно отложить еще оперативное вмешательство. Если киста небольшая, то вот вперед программа очистки и восстановления эндокринной системы. 55 лет, большая липома под коленкой. Я не хирург и не могу вам однозначно сказать, только хирургическое вмешательство или нет. Ну, большая, ну что, там могут быть кисты бейкера. Это совсем другое, это не липома. То есть, вы, может быть, воспринимаете как липома. Вы все равно проконсультируйтесь с травматологом, либо с хирургом. Может быть, понадобится сделать рентген коленного сустава, чтобы определиться, что это. Потому что, ну, вопрос немножко в воздух идет. Конечно, вы параллельно можете применять первый, 21, 26, пожалуйста, применяйте. Желательно пятый, потому что, как бы, из общей очистки вот эти все наши виаргоны, они будут, как бы, косвенно помогать и вашему суставу. То есть, пятый виаргон печени, виаргон пятнадцатый, поскольку в этом возрасте, возможно, там уже какие-то есть все равно вопросы. Ну, не все так идеально, да? Вот. И взаимосвязь коленного сустава с другими органами, она тоже присутствует. Поэтому, таким вот образом, 1, 21, 26 в основе будут и вся программа очищения. И обязательно консультация с травматологом. Ну, давайте последний вопрос. Значит, здесь уже такой, знаете, специфический вопрос. Я даже не очень, как бы, могу ответить. Синехии Вульфе, Вульфе, 12 лет у девочки. Местного вы можете применять, 1, 21, однозначно, то есть, вреда не будет. И внутрь. Вот я думаю, что даже этого достаточно. Но вы посмотрите, что еще присутствует у ребенка. Как функционирует желудочно-кишечник. Ну, в общем, посмотрите на ребенка. Какое поведение, активное, неактивное, там, полусонное, либо наоборот, плохо спит. Какой аппетит. То есть, на все вот эти параметры посмотрите, и вы точно так же косвенно можете помочь и в этом состоянии. Но местно возможно применять 1, 21 и внутрь. А если есть еще какие-то отклонения в состоянии здоровья, вы также можете принимать Виаргоны по принципу тканей специфичности, который мы сегодня рассматриваем. Если облысение, то у нас прекрасный выше лосьон для волос. И он великолепно работает по сильному выпадению волос и по росту волос. Кто уже применяет, все говорят, только очень хорошо действует. Поэтому, пожалуйста, заказывайте лосьон для волос и начинайте применять. Ну, конечно же, конечно же, схема очистки организма тоже остается. Почему бы и нет? Это все вместе будет улучшать состояние организма. Плюс вы потом добавите 17 по сосудам. Будут лучше кровоснабжаться ваши луковицы в ткани, кожи, головы. Поэтому все будет гораздо лучше, чем только один лосьон. Но если вам хочется, то, пожалуйста, хотя бы лосьон начните применять. Давайте на этом, наверное, закончим. Все ваши остальные вопросы переносим на следующий вебинар. Спасибо вам огромное, что вы выдержали сегодняшние все неполадки и слушали. Спасибо, еще раз спасибо и спасибо. Жду вас на следующий вебинар. Он будет в субботу. У кого будет время, пожалуйста, приходите. Мы завершим сегодняшнюю тему по питанию, детоксикации. И дополнительно еще, что коснется ваших вопросов, рассмотрим. И также по детоксикации рассмотрим еще какие возможные моменты с нашими виаргонами. На сегодняшний день с вами была Татьяна Тевастьянова. Пожалуйста, хорошего вам здоровья, хороших успехов в применении виаргонов. Не отчаивайтесь, если у кого-то эффект идет медленный, потому что результат всегда позитивный. Ожидайте только позитивного результата. Только позитивного. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.